Привет, мой друг. Здравствуйте, дорогие друзья и единомышленники. У нас тема посредством самообороны. Время стало неспокойное. Вот такой вот кворооперативный пантронтаж. Написано Добрыня. О, пестик какой. Это даже Минобзор и протестировать. Что от него можно ожидать. Это так называемый средством самообороны, грубо говоря, газовый баллончик, только аэрозоль распыляется не струей, а выстреливается до пяти метров. Я так понимаю, сгусток растительного масла с перцем. На пять патронов. Так называемые бамы. Кстати, пока не забыл. Я чего взялся. Это пистолет из людей в черных. Смотрите. Ничего не напоминает такие же болтики. Так, ну в этом деле мешкать нельзя и думать. Конечно, до боевого пистолета это вообще, даже это не пистолет, но лучше, чем ничего. Так. Так вот такая резиночка. Отдельно продается, по-моему, на озоне. Разных цветов. Тысяча рублей. Сам пистолет тогда стоил, да. Полгода назад четыре с половиной тысячи. Сейчас нам дороже. Такая штука. Значит, к нему вот такие боеприпасы. Балл 17 на 51. Оса. И вот такой вот перчик. Перцовый. На собак вот эта штука не действует. Там вроде как они не воспринимающие к перцу. Надо вот... Собак вот такая вот состав. Отличаются. Не разбирать, не перезаряжать. Так они маркировкой отличаются. Какие-то красные, по-моему. Вот такие вот розынки. И протестируем. Все по науке сделаем. Значит так. Единственное, что потом... Вот есть старые образцы без втулки, а вот есть со втулкой. Потом эту втулку... Чистить придется. Значит, еще есть вот такие. Пугательные. Вот он. Я один стрельнул, у меня в уши заложила. С капсулем ЖВЛО. Бабахает наши уши закладывать. Только они вот с таким еще приходником. Отдельно. В общем, все это протестируем по науке. Круглые бывают всякие. Это оперативные у нас. Это заплечные. То есть подплечь... подмышечные. Вот. Устройство аэрозольное. Добрыня. Вот как это называется по науке. Там где-то бумага есть. Ага, вот паспорт. Приведение. Тула. Типа кооператив. Из-за удара прочного пластика. Масса без бамов 175 грамм. Увесит 3 штук. В принципе, можно по без толковки этой штук шарахнуть. Хе-хе-хе. Забый крайняк. Смешно-то смешно, но случаи всякие бывают. Устройство не смешно. Будет определенный момент. Как загрязать. Недопустимо. Год выпуска 23-й. Павлина ТК. Такая вот штукенция. Умельцы внешний вид облагораживают. Все эти болты заливают. Обтясывают. И получается похоже на настоящий. Не знаю, как это с юридической точки зрения. Делать можно. Не знаю, правда, зачем. Так что, следующий у нас будет тес на 3 и на 5 метров. Посмотрим. Сама вот такую штуку интересно испытать. Ну, Пугач меня, конечно, впечатлило. Шарахает эту капсулу умопомрачительно. В общем, пока как-то так. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова